Конец декабря, самое время подводить итоги года, и мы традиционно делаем это в нашей программе. Но если раньше мы рассказывали истории людей, которые в этом году благодаря проекту смогли получить адресную помощь, этот год показал, что все серьезно меняется. И если раньше наши семьи действительно чаще обращались за помощью, сейчас они объединяются в некоммерческие организации, общественные объединения, и сами начинают менять жизнь в области. Вот об этом было много историй. Кроме того, в этом году мы начали большой проект, он называется «Энциклопедия инвалидности», и помогает понять, как живут, чувствуют, ориентируются люди, которые не видят, которые не могут ходить или просто воспринимают жизнь по-другому. Обо всем в нашем сюжете. Итоги года. Тамбов, Маршанск, Бондарский район и Котовск. Весь год наши маленькие герои путешествовали по родному краю. Январь – Тамбовский краеведческий музей. Ребята разгадали все задачи квеста и одновременно узнали много нового о Тамбове. Как появилась крепость, как готовили еду и гладили белье прапрабабушки и чем занимались пионеры. Февраль – за кулиси театра кукол. Как живают персонажи сказок, не знали даже многие мамы и папы. А у ребят появился шанс не только узнать, но и попробовать управлять любимыми героями. Апрель – обзорная экскурсия по Тамбову. Соборная площадь, звон пасхальных колоколов и тайны парка усадьбы Осеевых с его старинным дубом и удивительной акустикой на парадном крыльце. Ну что, будем пробовать эту акустику? Конечно. Раз, два, три. Ура! Потому что выхожу я очень редко, признаюсь честно. Особо гулять не люблю. Но сегодняшняя экскурсия дала мне, так сказать, очень много нового о Тамбове. И, возможно, я при этих знаниях буду ориентироваться в самом городе. Но я больше люблю, знаете, всякие легенды, вот какие-то мистические. Мне вот сегодня понравилось, говорили когда про чну и про, как река забыла, студенец, вот. Июнь – путешествие по Тамбовскому ипподрому, где живут лошади, как проходят конные бега и, конечно, прогулка верхом. Ноябрь – поездка в Котовск. Старинный патефон, зеркало из усадьбы Натальи Гончаровой и игрушки, которым больше ста лет. Кость сейчас готова к использованию. Знаете, как играет эта игрушка? Туда сюда. Еще одно большое событие в нашем эфире – новый цикл «Энциклопедия инвалидности». Истории людей, которые помогают понять, как это – жить в темноте, перемещаться, не вставая на ноги, слышать и чувствовать по-другому. «Апрель» – рассказ о людях с аутизмом. Мир, разложенный на кусочки пазлов, гиперчувствительность к звукам, цветам и ощущениям. Как вести себя рядом с людьми, которые чувствуют по-другому – об этом рассказал один из первых выпусков. Сентябрь – новый выпуск о людях в инвалидных колясках. Как обустроены кухня и ванная комната, как выйти из подъезда и выехать за пределы города. И даже дачный участок с доступной средой. Ну, еще вот пока дорожки мы не положили, чуть-чуть трудновато. Хотя уже такую рабочую зону отдыха он мне сделал. Тут ребенок у нас купается. Бассейн, правда, надо уже побольше ставить. Он вырос. И вот такой вот мне пандус, видишь, сделали ребята. Для того, чтобы я была независима даже на даче. Октябрь в эфир выходит программа о полностью незрячих людях. Ее героиня, Ума Ибрагимова, со всеми домашними делами справляется без посторонней помощи. У нее четкий порядок в шкафах и на полках. Свои секреты выбора продуктов в магазинах. А еще, потеряв зрение, девушка открыла в себе кулинарный талант и стала видеоблогером. Мне часто говорят, а ты не боишься? Конечно, боюсь. Если я буду думать постоянно, ой, я сейчас, наверное, пальцы порежу. Естественно, я и пальцы порежу, я и обожгусь. Если я это время буду думать, мне нужно приготовить. А как, это уже дело десятое. Много хороших новостей в этом году от наших друзей из общественных организаций. Центр преодоления в Тамбове. В помещении центра, наконец, начался ремонт. Расчищены комнаты, сняты полы и готовится замена коммуникаций. В этом месте планируется создать центр дневной занятости и тренировочную квартиру для молодых людей с ментальными нарушениями. Инклюзивный семейный центр пространства равных в Первомайском. Первый раз мы приехали в январе. Тогда только холодное здание и большие планы. А уже летом все удивительным образом изменилось. Яркие комнаты для занятий с детьми. Специалисты и дружное сообщество. Родителей и детей. Центр «Зайка» в Сосновке. Долгое строительство нового корпуса, где будут проходить занятия с малышами, у которых поражение опорно-двигательного аппарата, уже приобрело видимый результат. Будущие залы для занятий. Массажный кабинет. Комната для водных процедур и физиотерапии. И уютная гостиная для мамы-малышей. Здесь мы попадаем в кухню-гостиную. Тоже мы соблюдали проект, который был нам нарисован. Единственное, мы немножко поменяли цветовую гамму. Вот так практически мы ее укомплектовали. Единственное, тут временная пока микроволновка, а духовой шкаф, варочная панель, все ящики. И все это, все тут уже работает. Мы этим... Да, работает. В этом году строительство продолжит. Впереди обустройство жилого корпуса, где будут созданы все условия, даже для маломобильных детей. Еще одно важное событие – совместная поездка общественников Тамбова на стажировку в квартал Луи и поместье «Новые берега» в Пензе. Уникальный опыт открытого для всех пространства, где люди с любыми особенностями могут жить, работать, реализовывать любые творческие проекты без каких-либо ограничений. И, конечно, наше общее желание поменять ситуацию в Тамбове. Первое впечатление – ого, а это у нас, а так можно. Мне вообще казалось, что вот такие проекты – это где-то там вот, где-то за рубежом, где-то в каких-то очень так называемо развитых странах. Но у нас такого, скорее всего, нет. То есть даже не ожидала то, что я увидела. Мы тоже ходим по помещениям и смотрим, вот здесь можно было бы сделать трудовые мастерские. Смотрите, сколько здесь кабинетов, какие большие холлы есть, где раздолить детям там и отдохнуть, и зайти туда, зайти сюда. Мы действительно хотим сделать лучше для своего региона, поднять престиж таким образом своего региона, заставить им гордиться. У нас очень хорошие люди. У нас на самом деле те люди, которые хотят не просто самим сделать для себя, а сделать лучше для других. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова